Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Непонятно, в общем-то, чем занималась их арта. Я бы, например, если бы играл на арте, и, в принципе, я бы обязательно сюда чего-нибудь докинул. Такая стайка, группка, я не знаю, как назвать вот этих товарищей, которые прошли справа, ну, я имею в виду с фланга противника. Вот, почему они засветившись, опять-таки, не отцентрили, как-то не отконтролили этот куб, непонятно. Ну, в общем-то, это ошибка команды противников, как их за это можно винить, поскольку они принесли нашей команде победу. Ну, я думаю, что никак. Посмотрите, вот уже начало практически чуть-чуть от боя. И что? И что? И что? И, в общем-то, 4-1. Отлично, отличное начало боя. Посмотрите, вот я выхожу на... Ай-яй, до свидания, в общем-то, английская арта. Ну что, дальше, дальше нужно гнуть, нужно идти как-то убивать всех. Так, ну что, кого же мы выберем? Я думаю, что 49-й должен погибнуть сегодня в неравной схватке против моей 54-ки. Ну, свожусь, выстрел, отлично, в ангар. Так, ну, ждем, 34-й, и не дожидаемся, скажи. Не хватает у меня скорости перезарядки для того, чтобы в мягкую, пухлую попку ему, в общем-то, засадить снарядик. Вот, бежим, 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 бежим к противоположной команде. То есть, он практически на их базу, потому что я вижу, вижу, что там бетчат 155-158 и Т-92, которые таки все-таки умудрилась убить. Да, это еще, помните, это та самая старая арта, которая еще давала жару. Так, ну что же, бульдожка, бульдожка. Вот здесь вот можно было, конечно, поступить по-подончески, то есть, захват его взять и попытаться-попытаться нанести ему урон, но я не рискую, потому что хочется-хочется мне выполнить ЛПЗ и нанести урон арте. И так, свожусь, 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 без сведения практически. Но, посмотрите, я нанес критическое повреждение. И вот тут вот выхожу один на один практически с Т-92. Выстрел, в общем-то, естественно, она по мне не попадает и отправляется в ангар. Я вот в пылу горячки боя практически не заметил, что я уже выполнил, в общем-то, ЛПЗ. И нужно было бы уже как бы играть немножечко по-другому. Не обязательно было идти за артой. И вот такую плюху не нужно было получать точно. Посмотрите, просто жесть, просто кошмар какой-то. Практически всё ХП, более тысячи ХП уничтожилось, в общем-то, выстрелом вражеской артиллерии. А я ещё, в общем-то, не догадываюсь, что я уже выполнил ЛПЗ. И поэтому преследую, преследую эту бедную несчастную арту. Ну, что же, поделать цель АВИ не всегда в бою, в общем-то, замечаешь всё на свете. И, в общем-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пытаюсь, пытаюсь попасть по ней без сведения. Не удаётся, смотрите. Выстрел нашей арты тоже не приносит, в общем-то, никаких дивидендов. Ну, ну, прячешься. Прячешься ты, собака, и контролишь меня. Посмотрите, а для того, чтобы выполнить этот ЛПЗ, мне ведь нужно немножечко, немножечко. Это как я думал в тот момент. А на самом-то деле я его уже выполнил. И, в общем-то, вот в этот момент приблизительно я её замечаю, что уже ЛПЗ выполнил. И поэтому мне нужно лишь только выжить. Выжить в этой нелёгкой, неравной схватке с противником. Ну, да, не забываем, что эта арта у нас много зарядная. Поэтому подходить к ней близко я, в общем-то, не очень-то хочу. И, и, и... Ну, выстрел и промах. Ну, в общем-то, чё мне осудиться. ЛПЗ это выполнил, поэтому, в общем-то, всё в порядке, всё отлично. И переходим сразу к следующему видосу. Так, ну, а теперь следующее видео, в общем-то, как я и обещал, про китайский танк 59-16. В общем-то, это всё та же производная от 54-ки. Это всё тоже ЛПЗ, но выполнено уже на моей основе. И это уже видео этого лета, как вы видите. Это китаец, который у нас лишился своей замечательной пушки многозарядной, или, то есть, автомати... Автомата, скажем так, да? Вот, теперь он стреляет по одному снарядику. И, в общем-то, что... Ну, для меня это лично не очень нравится. В общем-то, карта Рыбацкая Бухта. Все наверняка знают вот этот вот кустик, в который я встал. Который можно хорошо посветить и поиграть от засвета. Но, к сожалению, что-то пошло не так. И почему-то я не оборудовал свой танк, в общем-то, соответственно, маскировочной сеткой. И, естественно, естественно, тут же был за это жестоко наказан вывод мехвода из состава команды. В общем-то, ну, я его тут же чиню. И, в общем-то, сразу же половина ХП, даже чуть больше, отправилась к праотцам. Но я не теряю надежды. Все-таки мне стоит, стоит еще раз, еще раз подъехать в этот же кустик. И я думаю, что здесь есть еще кому посвятить песню или стихотворение. В общем-то, да. Я, кстати говоря, хоть и назвал, что это та же самая, в общем-то, ЛБЗ. Но я так и не сказал, как же она называется. Она называется Охотник на САУ. Это ЛБЗ под номером 7 на легкие танки, в общем-то, на пиндоскую ПТ-шку Т-28-HTC, кажется. Так она называется, но, в общем-то, не важно. Вот, только что отстрелял с арта. Слава богу, конечно же, не по мне, а по КВ-шечке. Совсем другой уровень боя, как вы видите. Я, в общем-то, нахожусь где-то в середине списка. И должен был бы играть более-более агрессивно. Но все-таки здесь еще и, как бы, имеет место иметься две арты. Поэтому есть возможность выполнить эту ЛБЗ-шку. Просто она у меня не была выполнена с дополнительными условиями. А, вот, дополнительными... А, тут даже просто стало выжить в бою. Вот, ну, так что, в общем-то, все понятно. Нужно просто играть и выживать. Ну, еще плюс, конечно же, убить или нанести критические повреждения партии. Вижу, что 37-й проходит. Да, ну, в общем-то, неудачно. Не удалось ему пройти некуда. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Неудачный выстрел по Росомахе. Заходим к ней с тылу. И выстрел. Давай, давай, разворачивай орудие. Еще один выстрел. Захват цели. Вижу арту. Еще выстрел, промах. И... И, и, в общем-то, да. ОИ добивает его вместо меня. Обидно, досадно, но ладно. Выстрел, попадание, ништяк. Еще один промах. Давай, выхожу, выхожу на прямую позицию. 110. Ну, давай, еще выстрел. И... И... О, боже мой, смотрите. Всего одно хп не хватило мне до того, чтобы добить эту... Охо-хонюшки хохо. Вот это выстрел. Вот это хелкат мне нанес. Посмотрите, у меня остается всего одно. Одно хп. И... Плохо еще поиграть. Ведь это отличный танчик. Это, я думаю, что одно из самых лучших ЛТ на шестом уровне, как бы, боев. Да, шестом уровне танков. Да, ну что. В общем-то, складывается игра достаточно противоречива. Хотя наши ведут, но, посмотрите, практически чуть-чуть, на чуть-чуточку. 9.7 в нашу пользу. И... И посмотрите, даже наше хп немножечко уменьшается сейчас. 3.8... 3.500. Уже меньше даже, чем у противника. Да, вот это да. Вот может быть здесь все, что угодно. Мне-то, в принципе, нужно только выжить. Но ведь есть... О, 9.8 уже. Конечно, все еще в нашу пользу. Но, тем не менее, уже как-то уже неприятно. А ведь, если, в принципе, команда проиграет, то мне вряд ли удастся выжить. Итак. Ага. Як-Пантер уходит, в общем-то, к праотцам. 10.8. Отлично. Наша команда идет к победе. Так, впереди Шерман-3. И... И где-то там еще КВ-1 зашкерился. Выходит, в общем-то, Шерман-3 против нашей арты. Бишоп выхватывает. Я, в общем-то, не мог бы помочь себе Бишопу. Но где-то там притаился злобный КВ. Поэтому я немножечко поточковываю. Так, ну все. Бишоп, к сожалению, склеил свои ласты. Не выдержал он, в общем-то, такого противника. Так, ну что? Ну, я-то знаю, что если здесь, в общем-то, потусоваться в кустиках, то... Ага. Ну-ка, что тут у нас есть? В общем-то, наверняка лучше помочь нашим. Пусть они захватывают базу потихонечку. Так, так, так. Вот здесь вот был Хелкет, который нанес мне такой поражающий урон. И... И да, в общем-то, до свидания, дружок. Уходи в ангар. Тебе здесь делать нечего. Два противника мною уничтожены. И посмотрите, в общем-то, 807. Это, конечно, не супер круто много. Но, тем не менее, неплохо. Так, 34-ка выходит на Шермана. И, естественно, Шерман уходит в ангар. 13-10. Ну, я думаю, что здесь уже все понятно. В общем-то, явно складывается в нашу пользу. Так, ну что, КВ-шник, КВ-шник. А ведь может, может слить он тайпа 34-го. В принципе, если он сыграет хорошо, достойно, то есть у него шансы, скажем так, на то, чтобы убить нас. Ну, выстрел, к сожалению, промах. А ведь можно, можно было бы попасть. Я пользуюсь, использую, в общем-то, пригорочек. Из-за него прицеливаюсь. И, к сожалению, камунь. Камунь мне мешает. Еще выстрел, промах. Ну, давай, дружок, еще один. И опять этот злобный камень. И, слава богу, что тайп Т-34 уносит КВ-1 в ангар. Ну что ж, всего лишь один КВ-шник остается в команде противника. 14-10 явно, что мы уже, в общем-то, выиграли. Поэтому мне остается только либо постоять на базе и пополучать очки победы. И я думаю, что не стоит лезть в лобовую атаку против КВ-1. ЛБЗ, в общем-то, выполнено. Обнаружены обе, обе две САУ противника. Нанес им я урон. Одну даже, в общем-то, уничтожил. Второй мне не хватило практически чуточку. Вот он, КВ-шник. Попадаю, но, к сожалению, далеко. Попадаю в башню, и поэтому не удается мне его убить. И его добирает наш ОИ, который мне и так до этого немножечко поднакакал. Так, ну что, в общем-то, дополнительные основные условия выполнены. Я надеюсь, что вы посмотрели и вспомнили старое, еще прошлогоднее видео. Порадовались, как было совсем по-другому играть. И вот теперь уже после выхода очередного, так сказать, патча, и скоро еще один будет, то, что как изменилось вообще геймплей. Если там, в общем-то, ЛТ-шки практически всегда попадали в конец списка, то сейчас они, видите, могут находиться и в середине, и даже сверху. В общем-то, всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как вы проходили это ЛБЗ, на каких танках, как у вас это получилось, лучше, хуже. Ну, в общем-то, делитесь своими впечатлениями везде-везде, в моих страничках в соцсетях или на странице, в общем-то, на ютубе. Всем удачи, всем пока и до зустричи.